Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вчера прошел поединок «Динамо-Киев» в рамке Лиги Чемпионов. И попрошу показать режиссеров фотографию. Фотография «Динамо» называется. Игроки «Динамо» вышли впервые за долгое время с надписью на игровой футболке. Это была уже не реклама банка или какого-то еще компании. А вот именно надпись «Нет расизма». Почему? Почему? Потому что две недели тому назад во время как раз первого матча с Челси в Киеве на трибунах Олимпийского некоторые дегенераты, как их еще можно назвать, только так, дегенераты, напали на темнокожих болельщиков. «Динамо», причем это болельщики «Динамо», даже не болельщики «Челси». После этого ОФА сказали, что это последняя желтая карточка для украинского футбола. Ну, в футболе бывают первое и второе, после второе удаляются. Это последнее китайское предупреждение бывает такое. Когда Китай в 60-е годы постоянно строчил подобное предупреждение, вот такая вот идиома у нас и образовалась. Просто у нас этих желтых карточек тоже так долго вспомнили. Охотало, безусловно, безусловно. Ну, во-первых, давайте отделять мух от котлет. Значит, то, что «Динамо» выходит с надписью «Ноуту расизм», это, в принципе, ничего плохого, как минимум, в этом нет. Это замечательно, как говорится, это по-европейски. Это цивилизованно. Что касается, почему мы спохватились только после этих событий, вот это другой вопрос. И насколько эти события можно считать расизмом, и насколько эти события можно считать обычной бытовухой, что мы никак не можем навести порядок на трибунах. Я все-таки склоняюсь ко второй версии, что, к сожалению, события у нас за последние, да, не только за эти пару лет, на самом деле у нас на трибунах много всяческого нехорошего делалось, особенно в международных матчах, где эти люди такое впечатление специально для лучшей рекламы устраивают, а не на международную картинку работать. На чемпионате Украины-то или кубки как-то не очень интересно. Ну да. И вот такую вот нехорошую рекламу мы сделали и клубу «Динамо Киев», и всему нашему украинскому футболу. И стране в целом. И стране в целом. Я почему говорю «мы», потому что все мы в какой-то степени за это ответственны. Ну, я в особенности как-то отношу себя к Федерации футбола Украины тоже. Пусть, что называется, не в том комитете, в комитете по этике. Тем не менее, это наша общая боль. Тем не менее, я все время подчеркиваю, что сама Федерация футбола, что бы она ни делала, она не в состоянии это побороть. Нужна активная позиция наших органов охраны правопорядка. И вот это вот меня смущает. Когда было совещание с главой департамента УЕФА по безопасности стадионов Марком Тиммером, как раз вот это вот бросилось в глаза. Когда наша милиция не может предъявить ни участников этих беспорядков, если мы говорим о том, что это провокация, нам нужны доказательства того, что это провокация. А как это? Только взять вот этих вот красавцев и получить с них показания. Пусть расскажут. Было это спонтанным действием на трибунах, было это заранее подготовленным под картинку, как там товарищ смс-ку получал на телефон после, или звонок принимал, после чего все и началось. То есть я не так и не понял, ведется ли у нас полноценное расследование. И вот, к сожалению, несколько раз скептически написал, что в то, что будут говорить о том, что вот все уже ясно, все известно, верю. В то, что реально будут арестованы люди, реальные виновники того, что произошло, к сожалению, не верю. Весь наш исторический опыт убеждает в том, что никогда никого у нас не ловят. У нас единичные случаи были в Харькове и в Одессе, где вот этих вот красавцев накрыли, очень серьезно накрыли. Больше они по полю не бегают. Да. Вот это, если я не ошибаюсь, это 21-й сектор, да, где это произошло? 21-й сектор, да, как раз вот фанатский сектор, а происходило, по-моему, 19-й. Верно, верно. Фанатский – это там ультрасы, которые… Да. Там, где группа родичей, которая отрицала свое причастие. Это вот если вот сидеть, я просто был тогда на стадионе, и могу сказать, что рядом со мной было немало болельщиков «Динамо» и не только, кстати, других национальностей, других цветокожей. Никто к ним вообще… Слушайте, ну мы же нормальные люди, мы общаемся. Ну, слава богу, да. Я вот никогда не считал расизм реальной проблемой Украины. А оказывается, что-то есть. Ну, дело в дело. Кстати, надо просто бороться. Скажем так, места массового скопления людей – это вообще особая парафия. То есть, не случайно есть особые законы толпы, особые законы поведения в коллективе, законы управления, методологии и так далее. То есть, тут немного другая история. То есть, даже нормальный человек, попадая в особую среду, может выдать абсолютно нечеловеческую реакцию, или наоборот, очень человеческую. Поэтому я и говорю, что это вопрос специализированного расследования. Мы с тобой можем сколько угодно трепаться по этому поводу, но не владея вот этой вот внутренней информацией. Ну, смотри, просто вот, бог с ней, какой номер у этой трибуны. Ну, просто вот там, где произошел этот эпизод, вот неоднократно во время матча Лиги Европы в прошлом году, в Лиге Чемпионов в этом году, ну, я просто посещал стадион и могу сказать, там постоянно происходят какие-то драки, потасовки, ну, эксцессы, скажем так. Постоянно в одном и том же месте. Прости за общие слова, но есть два принципа. Первый принцип – профилактика, то, что должна проводить, опять-таки, наша милиция, дропполиция, дропорганы. И принцип неотвратимости наказания. То есть, если показательно будут отловлены и сурово наказаны, пусть по хулиганке, либо по статье «Разжигание межнациональной розни», по более серьезной статье, вот участники всего этого добра, вот тогда вот уже придется головой немножечко соображать. Просто есть люди, которые понимают только грубую силу. Все наши призывы о том, что подумайте, имидж страны, что же вы делаете, там, это что, на них действует, что ли? Да, но вернуть полицию уже, даже не милицию. Ой, а она так не хочет этого? Конечно, не хочет, потому что полиция, особенно вот новые, да, они пришли не драться с фанатами. А судя по реакции фанатов, даже на намеки, что мы вернем туда полицию, даже не… Да, у них теплые отношения, несмотря на то, что они давно не контактируют, в принципе, уже, то есть за много лет, но, тем не менее, историческая память сохранилась. Да, историческая память очень живая, да, и даже такие предрассудки. Ну, тут ситуация следующая. Есть такое, как институт стюардинга, то есть, я правильно говорю, не знаю уж, но развит он во всем мире. Другой вопрос, как мы реально их готовим, как мы реально их стимулируем в этом плане. Вот, например, вот… То есть, почему, допустим, стюарды часто вот они вроде бы ничего не делают, да? А, значит, ну, здоровьем рисковать, то есть, погнать человека, это тоже, он должен быть готов специально и физически, и морально вмешиваться вот в все эти события. Во-вторых, как и выполномочия стюарда. Он же арестовать человека не может. Он не может его мордой в бетон положить по-хорошему, даже если он готов, да? А он… Ну, им право, в принципе, имеет любой гражданин. Ну, приостановить правонарушение. У нас же сейчас совершенно замечательный алгоритм. Если на трибунах происходят беспорядки, подписывается совместное заявление представителям милиции и начальникам безопасности всего этого мероприятия на стадионе, и после этого может зайти взвод спецназа там или сколько надо. Допустим, помните на финале Кубка Украины, когда зашли и закрыли сектор с фанатами «Шахтера». И мы, кстати, говорили тогда, что, слава богу, «Динамо» выиграло. Потому что, если бы выиграл «Шахтер», я боюсь, что мог и кордон не остановить, потому что настроение там было весёлое. Это, конечно, неофициально, но такие подозрения тогда гуляли. То есть, то, что народ высыпал на поле, это мы ещё так по мелочи отделались. То есть, вот теми забегами, которые… Но, опять-таки, никто не был за это наказан. Никто, реально. Не тот хлопец, который там бегал, демонстрировал этот древний символ солнца, как говорили, древний языческий символ, чёрт бы его побрал. Нет, ну там просто были в кадре, ладно, там… Ну, хотя не ладно. Ну, какую он сделал нам рекламу, да? Ужасно. А те придурки, которые ворота ломали? А что их… Это же болельщики «Динамо», они сейчас называют. Их элементарно взять, взять за вот то самое мягкое место и наказать. По той простой причине, что они уничтожали общественное имущество. А какие настроения вот в Федерации футбола? Они намерены, вот, действуют так, как ты говоришь? Намерены. А милиция, полиция? Вот тут у меня есть большие сомнения. Потому что на всех этих совещаниях очень часто, на мой взгляд, наблюдается либо несогласованность определённой усилий, непонимание вот этой совместной политики, либо усилия одной из сторон тонут. Надеюсь, вот как кулаком в вату. Ну, надо ещё сказать, что это же всё не бесплатно. Правильно? Я так понимаю, что всё в жизни стоит денег. Всё в жизни стоит денег. Вот сколько зарабатывает Стюар? Вот на Эмфилл Роуд, да, вчера, где играет Шелси, не было никакого инцидента. Хотя мы слышали прекрасно, ну, даже сидя дома… Только на Стэмфорд Бридж, пожалуйста. Фу, Стэмфорд Бридж, прошу прощения. Да, где мы слышали, ну, болельщики кричали «Динамо, Динамо», но, насколько вот я всё это проверял, никто никому там глотку не резал, да. И всё прошло цивильно. Но в 80-е годы английские стадионы были страшным местом. И до сих пор та слава английских фанатов, более того, у Челси была одна из самых боевых групп. Это группа Headhunters, охотники за головами. Не считались одними из лучших бойцов в стране. Что сделали в Англии после 89-го года, после трагедии на Хиллсборо, где погибло 96 болельщиков Ливерпуля в давке? Доклад комиссии Тейлора. Государство принимает участие. Государство наделяет полномочиями и возможностями полицию. Государство заставляет клубы перестроить стадионы, привести их в порядок. И что мы сейчас наблюдаем? Да, старые фанаты возмущаются. Ушли террасы, вот эти вот трибуны, где стоят, болели фанаты. Ушли многие вещи старые, такие романтические. Сейчас на футбол ходят с семьями. И не случайно Old Trafford, стадион Манчестер, на этот именуется театр мечты. Потому что действительно многие ходят как в театр. И даже футболистов это порой раздражает, что они там только пиво пьют. И фишн-чип свой. То есть не та атмосфера, не то боление. Но реальная безопасность достигнута, реальный комфорт достигнут. Именно поэтому в любом приличном английском клубе только вейтинг-лист за сезонными абонементами – это несколько десятков тысяч человек. Это то, о чем мы можем только помечтать. Британские стадионы также оснащены видеокамерами и даже камерами СИЗО, то есть временного содержания. Видите, НСК Олимпийский наш тоже оснащен по последнему слову техники. И в пультовой, на мониторах ты можешь наблюдать все от сих до сих. Именно об этом я говорю. Видео достаточно, там опознаются все люди абсолютно. Более того, я так, конечно, голову прозакладывать не буду, но в принципе готов сделать небольшую ставку на то, что эти люди, они наверняка известны. Ну, не первый раз они участвуют в подобных мероприятиях. Просто мы это выперли на первый план расизм, а на мой взгляд, там действительно нужно вести речь о классических массовых беспорядках на трибунах. Тем более, там было несколько заварушек, и не все они были с темнокожими болельщиками. Вот такая вот нехорошая ситуация. Ну, просто есть такая практика, как жизненный запрет посещать стадион. В Италии она есть. Если ты замешан несколько раз там в каких-то там, или даже один раз в каком-то страшном инциденте, даже за пределами стадиона, пожизненно все. Вопрос, как тебя опознавать, как обеспечить выполнение вот этой вот меры. Далеко не все наши стадионы способны подобное осуществить. Это раз. Во-вторых, нужны для этого и идентификационные карты болельщика или паспорта болельщика, если угодно, и продажа билетов по фамилиям. Это обсуждается. Это обсуждается, но проблематично, мне кажется. У нас в стране все проблематично. Все проблематично. Во многих, ну, даже вот Виталий там тоже подобная ситуация хотели внедрить, все продают. Вы уже понимаете, что на всякой заколомке там винт с хитрой резьбой, да? Вот примерно как одни догоняют, другие убегают от них. И примерно та же ситуация вот здесь. Но я думаю, что еще там, поскольку поговорили про пропуск на стадион, вот есть еще такой феномен, как барыжничество билетное. Вот я вот привожу пример конкретный, собственной жизни. Матч опять-таки Челси, то есть Динамо Киев-Челси. Я, он был во вторник, верно? Я в понедельник, может быть поздно, но прихожу туда на Олимпийский. Не, не, уберите эту фотографию, это потом. Прихожу на, верните предыдущую, прихожу на стадион Олимпийский, хочу купить билеты. Кассы все работают. Ну, не все, но там тети что-то, сед, что-то делают. Я подхожу к одной, можно билеты, нету билетов. К другой, можно билеты, нету билетов. А вокруг касс стоят ребята, мужчины разные, и предлагают билеты. Вот, например, билет, который изначально там стоил, ну, допустим, 600 гривен, они предлагают за полторы. Ну, я не купил. Ну, две цены весьма распространенные явления. Ну, и об этот раз даже... Потом они сбрасывают цену по мере приближения самого матча. Да, да, ну что идти? Но вот эта ситуация, когда у нас, помните, шла череда матчей, то есть Динамо-Шахтер. Так вот, я сейчас закончу, как раз сейчас. Вот, во вторник, я билеты не купил, во вторник, мой отец. Там договаривается, там, человек, который мог ему обеспечить билеты, он приезжает. Что оказывается? В кассах продаются билеты, барых все убежали, а билеты, которые он купил, купил в итоге по номиналу. То есть, ну, там 600 гривен билет стоил. Вот, что произошло за сутки? Вот за сутки что-то произошло, а вот что, мне вот очень интересно. Ну, значит, все-таки кто-то властный и авторитетный озаботился наведением порядка в этом вопросе. Потому что, если постараться, на мой взгляд, порядок навести можно. Тут же ведь в чем проблема? То есть, никто не вправе запретить человеку, действительно, если билеты не именные, взять и перепродать его билет. Ну, да. Ну, там, условно, купил 4 билета, 2 загнал, а купил себе поездку, поход на стадион, да? Это раз. Ну, хотя, по идее, это незаконные доходы. Ну, да, налоги с ним платятся, да, налоги нужно платить. Тоже, ну, опять-таки, органы соответствующие. То есть, нельзя, все, точка, нельзя заделать. Но другой вопрос, когда стоит парень, у него вот такой веер билетов Украина-Испания, у него такой веер билетов Динамо-Шахтер, у него такой веер билетов Динамо-Челси. Что это такое? Вот что это такое? Ну, вы же понимаете, не Федерация футбола, и даже вряд ли клубная структура способна вычислить такие вещи. Ну, опять. Ну, как нет? Ну, билеты-то продаются в кассах. Ну, что, клубник или Федерация не контролирует? Ну, в конце концов, есть такая контрольная закупка, да? Все, пришел, купил. Так, а ну, парень, а теперь пойдем твою налоговую декларацию проверим. Чего это ты тут стоишь, торгуешь? Не, ну, окей, ну, это уже тушить пожар. А если превентивно как-то что-то придумать? Ну, вот именная продажа возможна. Возможно, хотя, давайте так, вот, любая мера такая имеет свои отрицательные и свои положительные стороны. Тут надо очень серьезно думать и говорить со специалистами в области реализации билетов. Вот как в Англии решилось, да? За счет того, что буквально все у держателей сезонных абонементов. Там почти ничего в свободную продажу не поступает по определению, да. Ну, а это не культура такая. Или вообще все нужно загонять в интернет. Помните, как продавались, допустим, билеты чемпионата мира, чемпионата Европы? Все, розыгрыш лотереи. Ты там получил право, более того, ты даже не знаешь, на какой матч попадешь. Да. Реально. Ну, потом тоже продавали эти билеты. Совершенно верно. Потому что никто реально этого не контролировал. Но сама возможность, что в итоге вдруг возьмут и проверят. А вот вдруг идешь ты с этим билетом на чужую фамилию, а тебя попросят что-нибудь предъявить. Вот, Артем, вот я хочу показать тебе видео, да, ну, без звука, там, чисто кадры. Вот было снято вот несколько дней назад во Львове, около стадиона. То есть стадион обросали яйцами. Почему обросали яйцами? Слушай, меня больше всего умилило. Вот ты идешь за билетами, откуда у тебя яйца? Нет, эта акция протеста была специально. А, то есть яйца подвезли? Они, да, нет, подожди. Подвезли фуру, скорее, на меня яйцами? Ну, прям фуру, ну, что-то, несколько лотков. Ну, да. Не, ну, чтобы просто тоже это не превращать. То есть болельщики на что жалуются? Что за два дня, а билеты пошли в продажу 2 ноября, да, за два дня все выкупили, а там на стадионе продавалось 6,5 тысяч билетов. И все, и купить теперь невозможно. Ну, там на стадионе. Они, болельщики, которые устроили эту акцию протеста, уже зная, да, что такая ситуация плачевная, да, если можно, фотографии билетов, что, в принципе, все эти билеты отдали спекулянтам. Вот я сегодня захожу на Оэликс. Это билеты, два билета, вот мы видим, да. Цена билета, ну, тут плохо видно, ну, наверное, где-то 150 гривен, да, продаются за тысячу, два билета. Вот это как раз матч 14 ноября, Украина, Словения. И таких примеров Новый Эликс очень, только Новый Эликс, я не знаю, там, в последнее время, что будет очень-очень много. Как с этим бороться, честно говоря, я не знаю. Честно говоря, я его тоже не очень представляю. Сегодня на сайте федерации, фл.орг.юэй, есть официальное объяснение, как распределять билетные квоты. Что там словенцам, что региональным федерациям, что пошло в свободную продажу, что продавалось через сайт Уфи, если не ошибаюсь, ком.юэй, где нужно было регистрироваться, и где 80 тысяч людей зарегистрированы, и они там тоже скупили определенную квоту, если не ошибаюсь, 6 тысяч с чем-то. То есть, в принципе, добавить мне к этому нечего. Как добиться того, чтобы люди не перепродавали билеты? Ну, вот, хорошо, вот все-таки те, кто там заняли за два дня, да, там, как-то вот решили, и решили подзаработать. Ну, решили, что соблазн пойти на матч гораздо меньше, чем вот сейчас на таком ажиотаже снять некоторое количество денег. Ну, я не представляю, как с этим побороться. Ну, как? Да, сложно. Сложно, ну, не знаю. Ну, вот, примеры, ты сам называл, да, их, в принципе, называют точно такие же и в других странах, да, футбольных. Ну, по паспорту продавать билеты, не больше, чем там тот в руки, да. Ну, потому что, ну, не могу сейчас прийти с паспортом, не знаю, там, отца, а еще двоих друзей, они еще не дадут. Совершенно верно. Ну, вот, там, четыре билета на руки, и все. А как потом проверять, что потом не приведет еще там компаньон, ну, карусель такой? А как физически обеспечить проверку вот этого соответствия имени и фамилии, когда на тебя ломится человек, да, вот у него написано, ой, я забыл дома паспорт, или забыл там удостоверение личности, не могу ничем личность доказать, и на тебя грудью напирает. В общем, ну, ладно, это наша история. Я бы все-таки передал это в руки специалистов. Я думаю, что тебе будет правильно действительно взять кого-то, кто этим занимается. Билетами. И вот выдавить из него, вот, ну, потому что я, честно, я разговаривал много раз, и иногда люди, да, действительно говорят, ну, мы не знаем, что делать с этим. Ну, реально, да. Вот в Англии, да, действительно, просто эти билеты почти не попадают в свободную продажу, и все. Я думаю, что в будущем мы все загоним в интернет, то есть, потому что, ну, действительно, это уже вчерашняя дель, все эти кассы и продажи такого рода. Да, 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 это правда. Хотя я помню, как «Динамо Киев», любимый клуб, продавал билеты в интернете, и ты зарегистрировался, купил билеты, и потом постоял в очереди в кассе, чтобы тебе выдали сам билет, и ты пошел. Ну, по-моему, там все-таки было быстрее. Я надеюсь, что уже все это изменили. Я помню, это было давненько, это было несколько лет тому назад. Было столько правильных мыслей по поводу использования терминалов, чтобы людей активно на это подвигать, и чтобы эти терминалы везде стояли, это и в Харькове, и в Киеве делалось. В общем, с идеями у нас все в порядке, как обычно. У нас проблема небольшая с реализацией. Ну, такие, относительно небольшие. Ну, да, да, да. О, еще одна важная тема. Важная тема, которую мы с тобой тоже поднимали и в этой студии, и поднимались у многих других судей, это касается ставки, то есть нелегальные ставки на матчи. То есть договорные матчи, это то, что портит футбол, по большому счету. Вот 3 ноября Верховная Рада Украины во втором чтении приняла с 243 голосами закон о предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений. То есть это касается не только футбола, я понимаю. Ну, то есть, в общем, закон по борьбе с коррупцией в спорте. Да, вот расскажи подробнее по поводу этого. Ну, слава Богу, то есть мы получили реальную возможность. Я от всего сердца поздравил Андрея Павелко, президента ФФУ, который отец этого закона, без вопросов, и он предпринял чудовищные усилия для того, чтобы убедить все фракции, убедить депутатов собраться и проголосовать. У нас же проблемы вечные с консенсусом и кворумом, да? Вот, все-таки сделали. Более того, приняли сразу в двух чтениях, так что сейчас остается его подписать у президента, опубликовать, и он вступает в силу. Что это, что главное? Смотрите, вот у нас поступает сигнал, что такой-то матч подозрителен. Ставок на него много. Комитет по этике и честной игры открывает расследование по этому вопросу. Он анализирует, да, действительно, ну подозрительно, матч чемпионата Украины, на нем стоит 150 тысяч долларов. На одной только бирже. Ну, бред. Значит, в то же время само по себе это деяние никоим образом не наказуемо. Нужно садимся, смотрим, есть ли что-то подозрительное в этой игре. Сличаем. Действительно ли, допустим, там была ставка, да, что гол на 85-й минуте. Хопа, и на 85-й минуте залетает гол. Причем дурак там защитник свои ворота забил, условно говоря. Так, ребята, значит, нужно этого защитника сюда тянуть. Но упираемся в стенку. Почему? Значит, мы не можем раскрыть IP-адреса, с которыми делались ставки. Мы не можем проводить профилактику, прослушивать телефоны подозрительных лиц. Или получать хотя бы распечатки телефонных звонков. Например, согласно этому закону, действующие спортсмены вообще не имеют права делать ставки. Вообще? Да. Понятно, что это запрет обходится с помощью там сватьев, братьев, друзей, знакомых. Но тут же тоже не так все просто. То есть ты уже должен предпринимать какие-то хитрые усилия. И более, ты должен понимать, что твой телефон в любой момент могут проанализировать. Даже не прослушать, а посмотреть, что это за смс-очки ты отправлял. Или, извините, если ты говоришь, что ставок не делал, а у тебя телефон букмекера, с которого ты там в день матча 8 раз с ним созванивался. Извините, тебе уже никто не поверит. Уже это можно будет делать. А какие сроки предусматриваются? Там вплоть до 5 лет посадки. Но это, конечно, уже в особо злостных масштабах. Начинается все, разумеется, с административных штрафов. А вот дальше разрешается уже уголовные дела открывать. И это очень важный шаг. Другой вопрос, что опять-таки у нас... У нас же, в принципе, законы и не были плохими. У нас проблема... Жестокость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так вот, я очень хочу, чтобы этот закон был обязательным. И это, конечно, к нашим органам правопорядка относится. И вот мы с тобой, как журналисты, будем очень серьезно поддавливать и кричать. Ребята, вот этот матч, он аж пищит. А потому что у нас сейчас, тем более, денег в футболе очень мало. А футболистам кушать надо. И не только кушать, а кататься на машинах и заправлять их. А машины там с объемом двигателя не меньше трех. Жирот бензин они как не в себя. И соляру. Поэтому... Ну да, при этом, к сожалению, случаев будет немало. Но вот ты говоришь до 5 лет заключения тюрьмы, да? Ну, если вот в поле, согласно новому закону. А сколько бы получил в свое время Евгений Красников, которого Лозанский суд отлучил от футбольной деятельности на 5 лет? Но вот буквально на днях... Ну, сегодня я прочитал твой комментарий, что вот КДК, то есть это контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, снял дисквалификацию с Евгения Красникова. То есть за что его тогда отстранили на 5 лет от футбола? Из-за договорного матча между Металистом и Карпатами. Вот мы принимаем прекрасный закон, который должен бороться с коррупцией. И практически одновременно мы одного из людей, которые занимались коррупцией в футболе, возвращаем ему право заниматься футболом. А ты, я извиняюсь, ну просто, может быть, это было не так? Я прочитал. Это был ТСН-спорт. Ты этому радуешься? Я не могу понять. Есть разница. Ну, во-первых, давайте, это было не уголовное дело, это было расследование по спортивным канонам. Да, тогда уголовного не могло быть. Даже если бы, в любом случае, это шло не уголовное расследование. Равно как Лозангский суд, он рассматривал апелляции по этому делу. То есть есть решение КДК ФФО было о дисквалификации по вот этим вот событиям. Сейчас то же самое КДК пересмотрел свое решение, он счел возможным, в данном случае Евгения Алексеевича Красникова, допустить снова к футбольной деятельности. Я всячески приветствовал это дело по той простой причине, что наш футбол без Красникова выглядит достаточно, на мой взгляд, сиротливо. Мне лично очень не хватает его в работе. Потому что он хороший специалист. Да, он очень классный специалист. Да, но Лучано Моджи, человек, который, главная фигура в итальянском Кольчауполе, который тоже занимался коррупцией, подкупом судей, его в жизни не исключили. И при всем уважении к господину Красникову, но Моджи, это был такой мозг, который нашел в свое время там зидаро. Ну это как сравнить «Евентус» и «Металлист Хайков». Да, вот как сравнить «Евентус». Вот человек, который в футболе сделал многое, который нашел таких талантов, в которых никто не находил, который создал такую махину, как «Евентус». Ну, там, середина 90-х, начало 2000-х. Я просто считаю, что в Италии было много заинтересованных людей, чтобы убрать Лучано Моджи, такого ферзя, вообще-то вообще с футбольной шахтой, с футбольной доски. По жизни? С футбольной доски. Ну, я не думаю, что там дело было только в спорте. Нет, там было дело в основном в деньгах, потому что там деньги были большие. Очень большие. Ну, скажем так, там дело не только в деньгах, там была работа с судьями, там вообще Кальчо-Поле было очень мощным, таким многоэтажным, я бы сказал, делом. Там «Евентус» постоянно обвиняли еще в допинге. То есть, там это дело… Да, не доказано. Вот если то доказывалось, то допинг не доказано. Допинг это обвинял уже с чем-то. А здесь, смотрите, а давайте сейчас вот понаблюдаем. Я думаю, что было принято правильное решение. Уже много времени миновало с тех пор. Тем более, тот самый злосчастный матч был в 2009-м. В году. Да. Вот. И, честно говоря, сейчас, конечно, у нас столько валится всего на голову. Мы наблюдаем столько всего, что происходит. Так захлебываемся вот в этих подозрительных матчах. Я на полном серьезе говорю. И почему радуюсь принятию закона? Потому что, ну, надеюсь, что удастся подключить целый ряд людей. Целый ряд людей, которые профессионально этим занимаются. Ну, опять-таки, если раньше можно было даже, там, вот мы обсуждали, там, в других эфирах футбольные вещи, да, того, там, давление на суде, не давление на суде, судья подыграл, не подыграл. Если есть подозрения, тем более, что вот важные фигуры в футболе обвиняли друг друга в том, что, там, то давит на судей, то давит на судей, теперь, пожалуйста, можно их прослушать и сажать в тюрьму. Совершенно верно. Поэтому посмотрим, как будут себя теперь вести все. Более того, я думаю, что если бы у нас, ну, не у нас, я тогда не имел отношения к комитету по этике, если бы у соответствующих органов были возможности введения расследования, может быть бы не было никакого наказания Красникова. Потому что по той простой причине, что уже была бы не комфортная уверенность, а были бы реальные расклады. Кто кому, как звонил, кто где находился, кто чем в этот момент занимался. Потому что, да, действительно, расследование приходилось вести там на коленках и, опять-таки, на уровне. Ну, вроде как, да. Да, но есть такое ощущение, что украинский футбол благодаря этому закону или из-за этого закона очень сильно рискует. Потому что то, как смотришь, ну, слушаешь там людей, которые там внутри, смотришь со стороны, там очень часто рука руку мыла. И там задействованы практически все, так или иначе, в каких-то вещах. Да, даже там умолчание, это каких-то фактов. Я бы сказал так, это как с беспорядками на трибунах. Как только кто-то будет серьезно наказан, моментально весь накал матчей очень-очень серьезно упадет. Как только в прошлом году комитет по этике достаточно серьезно влез вот эти вот подозрительные матчи и начал передавать материалы на КДК. Очень серьезно уменьшился вот этот вот размер. Ну, где, как мы определяем подозрительные матчи? Именно по размеру ставок. УЕФА присылает данные по поводу того. Да, в принципе, сейчас уже все имеют возможность это посмотреть. Да, что только не было эффекта домино. Сейчас, сейчас опять пошла эта волна. Почему? Потому что, ну, страх не действует. Потому что важнее заработать, да? Ну, да, если, ну, что там, штраф, что там, штраф, что там. То есть, если наказание за взятку усиливается, значит, что происходит? Увеличивается размер взятки, да? Потому что надбавка за риск, да? Надбавка, да, за риск. Вот-вот. То же самое и здесь будет, мне так кажется. Ну, тогда и наказание будет суровее. Ну, просто я боюсь, что будет эффект домино. Потому что можно, даже сконструированный, можно же найти человека, который будет виноват, который расскажет, что в этом виноваты там высшее руководство Федерации футбола, будет называть фамилии, и будут трясти, будут находить у них тоже смс-ки. И, поймите, никто не будет никогда уничтожать просто так. Сейчас у нас такое положение в футболе. У нас, я, может быть, буду оптимистом, если скажу, что у нас половина клубов Премьер-лиги под большим вопросом продолжения существования. Это, возможно, оптимистическая оценка. Реально, там вот, если пройтись по клубам, с их проблемами по задолженностям, и, главное, с проблемами перспектив, то есть финансирования этих клубов, то мы, ну, захочется повеситься, честно скажу. Вот как раз новость о возвращении Красникова, она неразрывно связана с металлистом, это пробуждение вот этой славной ностальгии о металлисте, металлиста Красникова Маркевича Ярославского, да? Да, хороший был. Да, и нынешнее положение металлиста, оно… Денег нет. Только слезы на глаза наворачиваются у болельщиков металлиста. Ну, а у кого-то, может быть, злорадство появляется, хотя сейчас уже не место для злорадства, потому что все падает, все падает. Реально, просто такое вот положение с финансированием. Без финансового профессионального футбола не существует. И надо понимать, что вот у нас идет процесс децентрализации, ну, допустим, завтра арестуют Ахметова или Суркиса, клубы тоже загнутся, потому что это абсолютно дотационные клубы. Ну, ты любитель каркать. А что каркать? А если есть за что, пусть сидят. А если нет, то… Пусть сидят. Схватываю тебя. Нет, давай, давай так. Хорошо, что я не президент, а ты не прокурор. А то помнишь, как сказал президент, когда он нервный президент сказал, вот посади своих трех друзей, ты знаешь за что, и они знают за что. Ну. Да, да, да. Что сажать нужно друзей, а не врагов. Да, да, да. Это верный признак справедливости власти. Да. И судебной ветки власти. Да, правда. Ладно, наше время… Хотя я не уверен, что я нашел бы в себе мужество сажать друзей. Да. Не буду корчить из себя такого законопослушного гражданина, всего из себя белого и пушистого. Да и… Нет гражданина страны Украины, начиная с определенного возраста, который не нарушал бы какой-нибудь закон. Абсолютно. 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 Ладно, наше время, к сожалению, истекает. Даже истекло. Даже больше, чем планировалось. Спасибо. Господи, нет бы еще поговорить, как же мы все-таки проиграли Челси, да? Вот о чем мы говорим? Ну, штрафной хорошо пробил штрафной у Вильяна. Ну, на мой взгляд, можно было бы его и взять. Мне вот показалось. Да, хорошо исполнил, безусловно. Безусловно. Ну, мы лучше были во втором тайге. В Динамо, к сожалению, отсутствует бомбер. Ну, тот, который бы забивал. Хорошие нападающие, борцы такие молодцы, но вот бомбера не хватает. Ну, такого, ну, конечно, Селезнев лично мне не очень нравится, но такой а-ля Селезнев. Ну, там можно много говорить о тех факторах, которые помешали нам все-таки. На мой взгляд, мы напрасно провели слишком робко первый тайм, опасаясь Челси. Начало хорошо, потом плохо. Как включились во втором, так Челси показался, ну, таким бледненьким и сереньким, а уже совсем не синим. Ну, жаль, что так все закончилось. Ну, да, ну, футбол такой. А вот после второго мяча мы уже ничего не могли сделать. Времени практически не было. И свежий азар с Петра, конечно. Да, по флангам там порвали. Ну, что делать? Ну, шансы есть. Надо в Порту отправляться за победой. Да, и, конечно, еще в Киеве обыграть Мохаби. Это, давайте сначала Порту. Да, сначала Порту, а потом уже будем, смотря, с каким настроением. Ладно, блин, на самом деле Блаттер, Милевский, столько тем, но время... Конечно, могли бы еще Блаттер. Время очень-очень-очень. Все, время уже истекло. Спасибо, Артем Франков, главный редактор журнала Футбол, за эту беседу. А вы оставайтесь со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова